Всем привет, ребят! Вы на канале Валента Лайк. Сегодня речь пойдет про уход и жизнь волос за последние несколько месяцев. Итак, изначально после последнего окрашивания, которое было несколько месяцев назад уже, получается 2 месяца, у меня очень быстро начала вымываться краска, где-то уже через 3,5 недели практически цвет стал очень достаточно светлым, буквально даже выше 8 уровня, с учетом того, что я должна была отправиться в отпуск, я отправилась в него. Вот, я подумала, что раз у меня так сильно уже подземлся цвет, то я сейчас подожду еще какое-то время, и перед отпуском прямо я опять немножко выйду в светлый цвет. Для чего я это сделала? Потому что я, в принципе, очень давно хотела побывать на море именно, и увидеть себя, скажем так, загорелой полностью и со светлыми волосами, мне этого хотелось. Вот, поэтому я особо сильно как бы не запаривалась на этот счет. Собственно говоря, осветлилась я на 2% осветлителе от Blonde в НИИ, порошке и 2% оксиде. Делала я, кстати, это достаточно бережно, я делала прядями, то есть я не делала от корней, прямо аккуратненько прядями, сначала прям прикорневую зону больше, и брала прядками, после чего я какое-то время выдержала и уже чуть по длине распределила, достаточно недолго держала. Собственно говоря, это сработало, волосы особо сильно не испортились, потом затонировала их на тонировке от Игора, тонирующей краски, точнее, от Игора 9.5.1. По приезду ситуация уже с волосами немножко изменилась, и больше проявила желтизна, плюс волосы больше высохли. По приезду из отпуска я подстригла кончики на 2-3 см где-то, но они совсем такие сухие, знаете, были, поэтому как бы я не жалею, плюс я постепенно-постепенно вот от корней вот эту светлую часть потихонечку, не сильно, но отстригаю, просто потому что краску она подсъедает, а вымывается с нее краска очень быстро, и нету никакого значения, какого смысла в том, чтобы ее оставлять, потому что в дальнейшем все равно курс такой будет на более темные оттенки. Вот, ну корней, соответственно, видите, тут рожжина вот проявляется, да, но я так делала только на отпуск. Чуть-чуть подосветлила волосы, вот, потому что мне просто хотелось посмотреть как бы на себя такой загорелой и светленькой. Если, кстати, не брать в расчет корни, вот эти вот, видите, где тут обычные мои корни отросли уже, это желтизна переходящая, да, вот и гора чистая, тонировка 9,5-1, она абсолютно чистого такого цвета, холодного. Конечно, могу сказать по себе, что для меня, скажем так, оттенки блонд стали такой некой наркоманской привычкой, можно так сказать, потому что как только нету светлых волос, начинается какая-то паника и хочется скорее все это вернуть обратно. У меня сегодня для окрашивания формула из восьмерки 0,9-1 и немного микс-тончика 0,11 для, опять же, устранения нежелательного какого-то желтого подтона. Вот, и на трехпроцентном оксиде я это все буду смешивать. Как обычно, я приложу коротенький текст для того, чтобы вы видели, в каких пропорциях я смешала. Вот такой получился утихомеренный, скажем так, блонд, русый-русый блонд. Есть небольшая проблема, которая заключается в лишнем расходовании краски. То есть получается, что ты напитываешь-напитываешь эти волосы, они все равно через 2-3 недели смоются, и по факту ты получаешь почти тот же тенок, который у тебя был до того, как ты окрасился. Поэтому, собственно говоря, что я думаю, я буду отстригать, наверное, если не каждый месяц, а каждые полтора месяца по сантиметру, два, прям вот коротить-коротить, не слишком сильно, просто отрезая вот эту светлую часть, чтобы постепенно просто больше становилось средних волос, темно-средних волос, скажем так, седьмого где-то уровня, плюс-минус. Вот, потому что напитывать волосы светлыми эти краски, которые потом смоются, ну, как бы мне это не очень нравится все, потому что в итоге все возвращается на прогресс-своя. В любом случае нравится то, что когда отрезаешь большую часть этих сухих концов, остаются более напитанные такие увлажненные волосы. Самое сейчас хорошее, главное то, что у меня есть правильные средства, которые прям максимально улучшают жизнь волос, которые были осветлены, и, в принципе, вся ситуация сейчас плюс-минус выровнялась, и волосы достаточно неплохо растут. Плюс сейчас, кстати, ребят, по поводу ухода появилось два новых средства, без которых просто сейчас вообще сложно представить полноценный, наверное, уход именно за моими волосами. Очень действительно помогает это все в качестве волос, прямо изменилось мне, не один человек уже сказал, кто со мной знаком, что у меня вот волосы преобразились. Первое средство – это вот такой вот молочко-эликсир с маслами от Керастаз. Потрясающее уходовое средство, хочу сказать, что вот ни капли не пожалела потраченных денег, да, это не дешевый уход, это не бюджетный уход, даже не средний сегмент, но есть вот определенные средства, после которых волосы совсем по-другому себя ведут. Это именно одно из них. Я им пользуюсь полтора месяца уже, еще с тех пор, как у меня были более темный цвет волос. Абсолютно разительный эффект до и после. Это невозможно, скорее, как бы снять на камеру, но вот в реальной жизни, когда ты пользуешься вот этим средством, оно дает волосам максимальную напитанность, наполнение, оно улучшает структуру их. Они вот просто вот как живые, действительно, насколько у него легкая вот эта молочная консистенция, насколько он хорошо и просто вымывается с волос пенкой, такой легенький-легенькая пеночка потом остается. Его надо наносить на 7-8 минут, я держу до 10 минут и распределяю от прямо корней, ну не прямо на кожу головы, но от корней до длины я наношу. Небольшое количество, с ним, опять же говорю, расход у него абсолютно небольшой, но вот поверьте, те, у кого осветленные волосы, попробуйте это молочко, оно изменит вашу жизнь в корне. И второе средство, это вот такой вот шампунь от Керастаз, крем-шампунь Ванна, Цико Экстрим. Он предназначен для поврежденных волос осветлением, то есть для милированных, осветленных, блонда, все то, что подвергалось осветлением и поростости, пористым волосам. Поврежденных волос это будет просто сказка, потому что это уход по сути два в одном. Шампунь, кремовая консистенция, достаточно плотная, такой, знаете, плотный-плотный бальзам. Его нужно наносить в 2 фазы, сначала вы берете небольшую часть, распределяете по коже головы, взмыливаете, сильно пена много не получится. Вот, потом держите это 1-2 минутки, у вас образуется такое мыльце на голове, скажем так, мыльный растворчик, вы его смываете, после этого вы берете еще немного, распределяете уже по длине, массируете, и держите еще где-то минутку, потом смываете. Потрясающий эффект на волосах, потрясающее качество волос после него. После него можно использовать бальзам или маску, потому что у него настолько вот консистенция плотная и питающая, но при этом не утяжеляющая волосы, что не нуждается в дополнительном уходе ваши волосы, только какой-то спрей для термозащиты, когда вы сушите. Волосы по структуре после него становятся просто великолепными, они легко расчесываются, они наполнены, напитаны, они ухожены, увлажнены. Что же, ребята, на сегодня это все. Вот такое видео короткое про жизнь волос и уход. Всего вам самого хорошего и до скорых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok